здравствуйте уважаемые школьники у нас 23 занятия мы с вами занимаемся сегодня рекурсивными или рекуррентными сортировками две сортировки мы будем сегодня рассматривать это быстрые сортировки и их две таких основных и я хотел бы рассказать про них в сравнении быстрые сортировки при помощи рекурсии значит ну даже не знаю может быть начать с принципа для начала потому что принцип примерно одинаковый оказывается что сортировка массива вот представьте себе да вам необходимо отсортировать массив в нем n элементов вот в нем n элементов если мы используем универсальную сортировку я сейчас предполагаю именно универсальную да то есть не не специальную не подсчетом не там где у нас есть возможность по цифрам разбивать числа там с плавающей точкой или это строки причем еще и длинные строки специальные методы не работают надо универсальным способом сортировать сравнивать элементы мы можем да у нас есть отношение порядка на множестве допустимых значений элементов все кей сортировать можно да значит какая будет скорость сортировки вы помните что в классических со классические сортировки это какая у нас соответственно пузырек до вставка на и выбором вот их три таких вот классика ну еще и на самом листье много там еще шелла и так далее гном я сортировка много разных всяких сортировок таких вот но они все не очень-то нужные на самом деле если честно да потому что они в целом все квадратичные то есть у них асимптотика по от n квадрат порядка n квадрат операции хорошо ли это плохо потому что сортировка эта вещь такая ходовая она часто нужна раз отсортировал раз отсортировал значит нам надо это дело вот хочется как-то ускорить так вот идея принципа конкурент конкаст до разделяй и властвуй состоит в следующем это применимо это именно принцип до принцип подхода к созданию алгоритма или для классификации можно сказать о этот алгоритм как раз принципа разделяем так вот идея вот чем что мы говорим ребята а давайте где-нибудь разрубим этот массив пополам некоторым образом кстати не обязательно вот именно тогда можем может быть какой-то другой способ на я могу предложить альтернативные способы разделять и властвовать например такой через один решеточкой да вполне все тоже может быть но мы не будем это делать так вот я что хочу сказать что мы можем взять разбить некоторым образом этот массив до на половинке после чего отсортировать одну половинку отсортировать вторую половинку и если у нас скорость скорости половинки будет допустим та же самая вот я просто сделаю пузырёк пузырёк допустим или какой-то еще да это будет о от n квадрат пополам правда ну потому что у меня пополам стал короче массив да он уменьшился ну давайте сделаю так как у меня там на самом деле понятно что плюс минус один на большой длине не сказывается не как там n пополам минус один элементов да понятно да я буду сейчас условно считать что две половинки одинаково это не так принципиально да и у этого скорость будет тоже n квадрат пополам операции ой n пополам прошу прощения в квадрате но ребята n пополам в квадрате это что такое это n квадрат разделить на 4 то есть вот эта работа по сортировке половины она в 4 раза проще чем сортировка полного массива и это тоже в 4 раза проще чем сортировка целого массива да получается что если сложу две вот эти работы даже если я буду сортировать эти половинки классическим алгоритмом небыстрым да то у меня вот этот кусок можно отценировать за собственно n квадрат разделить на 4 это за н квадрат то есть всего за n квадрат пополам да получается в сумме n квадрат пополам я правда я не до сортировал я не доделал эту работу да но если бы я смог каким-то простым образом взять и соединить да то есть взять и это самое вот эту вот ну синтегрировать усилия да то получилось бы что мы разделили сделали такую декомпозицию задачи раздали и раз раздали 2 а потом мы ее собрали обратно собрали ну это какой-то метод что-то сортирующее действие нам необходимо выполнить какое-то сортирующее действие и если это сортирующее действие выполняется за время меньше чем n квадрат пополам то в итоге набираю меньше чем n квадрат так вот оказывается что эти сор это сортирующее действие можно сделать просто банально за n линейно за n операций то есть представьте что это n равно миллиону тогда n квадрат это триллион да и так но у меня этот а здесь это миллион позже триллион мы у пополам или до операций миллион прибавить ни о чем понимаете да ну на маленьких количествах это не настолько прям кажется существенно носом ли тоже важно да не знаю там была тысяча тысяча в квадрате миллион операций на возможность у пополамить но это круто ну да за то что мы это будем делать методом разделяя властвую но фишка в том что и вот эти собственно куски половинки мы тоже можем сортировать быстрым методом то есть мы можем продолжить логику разделяя властвую до алгоритм который будет сортировать вот этот кусок он будет действовать абсолютно по тому же принципу да я буду рекуррентно вызывать сам алгоритм и в результате в результате получится что асимптотика будет еще лучше это не будет n квадрат пополам плюс n нет это не вот это вот будет квадратичная составляющая уйдет вообще и сортировка да то есть вот идея понятно да давайте разрубим как-то массив сделаем некое дополнительное сортирующее действие ну и собственно декомпозицию нужно будет сортировать какие-то половины этого массива и запустить для сортировки каждого куска еще раз тот же самый алгоритм простая понятная логика до называется разделяй властвуй она еще раз применима на самом деле для разных вещей так вот есть два алгоритма один из них называется сортировка собственно слушай я не буду писать слова сортировка я напишу автора автора зовут тони не знаю вот он среди алгоритмистов таких хакеров не антоний а именно тони то есть он все время тони 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 хуар ой чё по-английски шоу тони хуар сортировка с одну соответственно тони хуара ее собственно так и называют обычно quicksort то есть если вы услышите собственно такое наименование quick сорт то это именно его сортировка до сортировка тони хуара и вторая к сожалению не запомнил ее автора она называется сортировка слиянием для меня она вот видите и для вас получается безымянная такая я когда-то не будучи обученным алгоритмом знал о существовании быстрых сортировок знал идею принципа разделяй властвуй и вот однажды я студентом еще ехал в электричке и выдумывал быстрая сортировка как же ты сделал как-то и у меня осенило и я придумал быструю сортировка я придумал quicksort на самом деле оказалось что я придумал сортировку слиянием вот я ее для себя называю сортировка мечтания я поясню почему окей значит ну правильное название слиянием да у нее да я дать саду это все-таки мечтанием и напишу и и английское наименование merge merge это собственно слияние merge sort соответственно да если там quicksort то здесь это merge sort итак значит в чем идея сортировки тони хуара в ней в ней сортирующие действие происходит до того как запускается сортировка двух кусков то есть у нас в начале происходит так называемое разделение по принципу так мальчики налево девочки направо барьерный элемент разделение разделение по отношению к барьерному элементу к барьерному элементу и вот это собственно действие да вот это разделение и является по сути сортирующим действие сортирующие действие да это вот я сейчас поясню не волнуйтесь так вот вот это сортирующее действие да то есть вот именно сама сортировка да ну я все-таки знаете я чтоб было понятно да именно чу сортирующие действия до происходит на прямом ходу рекурсии на прямом ходу рекурсии на прямом ходу рекурсии напишу на прямом ходу рекурсии в сортировке слиянием разделение происходит просто папа на пополам разделение просто пополам вот банально до механическое разделение тринц и все вот никакого барьерного элемента нету разделение пополам соответственно посередине ну да если массив там 357 элементов нечетное число то естественно одна половинка будет чуть чуть больше чем другая это не принципиально вот значит и второй момент да то есть первая разница между ними вторая второе собственно сортирующее действие до сортирующие действия на самом деле я здесь по сути уже сказал что разделения по отношению к барьерному элементу на самом деле вот разделение по отношению бр combines elementa оно и является там сортирующим действия а здесь сортирующие действие Оно выполняется постфактум, к разделению не имеет никакого отношения. Сортирующее действие, собственно, слияние, оно осуществляется на обратном ходу рекурсия. Мне нужно пояснить, наверное, или вы помните, что прямой ход рекурсии это то, что происходит до вызова непосредственно рекуррентных, рекуррентно вызываемых под, ну как бы под функцией, под задачей. То есть функция вызывается та же самая, ну в смысле под задачи вызываются, да. То есть мы вначале нечто делаем, а потом говорим, а теперь вот отсортировать это, отсортировать вот это, да. И на обратном ходу рекурсии сортировка Тони Хора сачкует, она не делает ничего, вообще ничего. Сортировка слиянием, она не делает ничего, напрямую, ну почти ничего, да, вот это разделение пополам механическое, оно не требует никаких усилий особенных. Вот, а реальная сложность еще возникает именно на обратном ходу рекурсии, когда возникает необходимость сливать, соединять друг с другом отсортированные части. Теперь пора немножко показать, как это происходит. Значит, давайте возьмем некоторый случайный набор чисел. Ну, например, 4, 2, 5, 1, 3, 7, 6. И здесь тоже, 4, 2, 5, 1, 3, 7, 6. Как поступит с этим, может быть, мне не хватает, да, давайте я немножко добавлю один какой-нибудь элементик, не знаю, 0, давайте 0, я добавил, да, 2, 1, или, ладно, 8, 8 добавлю сюда. Значит, как будет действовать сортировка тони хора? Первое, нам необходимо выбрать барьерный элемент. Есть несколько способов выбрать барьерный элемент. Можно методом случайного тыка. Как-то закрыть глаза, да, и тыкнуть во что-то. Ой, очень неудачный барьерный элемент. Ну, это, как сказать, такое бывает с сортировкой, быстрой сортировкой с тони хором, когда, собственно, барьерный элемент оказался самым неудачным. Ну, давайте я пока на первый раз, да, я еще раз тыкну, да, чтобы он хоть немножко более удачным был. О, 7. Ну, плоховастенько, плоховастенький на самом деле, в данном, я специально немножко подмухлевал, в данном конкретном случае хорошим барьерным элементом будет, собственно, первый элемент. Это тоже вполне себе метод. Взял, первый элемент схватил, говоришь, о, ты будешь барьерным элементом. Что такое в данном случае барьерный элемент, barrier, да, он у меня будет сейчас разделять мальчиков и девочек. Да, мальчики налево и направо. Да, на самом деле будут еще и те, кто посередине, теоретически, ведь значения могут повторяться, здесь может встретиться четверка, ну, тогда те, которые, это самое, равны четверке, останутся рядом с ним. Так вот, что в итоге получится? Значит, я беру и как бы эту четверку ставлю, ну, как некий барьер. Ну, я ее сейчас себе позволю написать вот сюда, да. На самом деле, как именно делать красиво вот это вот разделение по отношению к барьерному, как это делать на in place, прям в том же самом массиве, это отдельная песня. Ну, представим себе, что я это делаю как бы not in place, по сути. Такое можно себе представить. И вот я говорю, вот у меня есть четверка. Так, я начинаю просматривать элементы, говорю, так, четверка, она, собственно, будет у меня в средней группе. В отношении к барьерному элементу. Двойка, это элемент, который будет относиться к левой группе. Пятерка, это элемент, который относится к элементам справа. Единица, элемент, который относится к группе слева. Тройка, меньше четверки, она у меня пошла налево. Семерка, она больше, она пошла направо. Шестерка, больше, она пошла направо. Восьмерка, больше, она пошла направо. так что получилось что все мои числа разделились на три группы собственно четверка все кто слева все кто справа в каком-то смысле я разбросал на три корзины до все числа и по отношению к четверке на по отношению к средней группе они все они равны друг другу поэтому они здесь отсортированы вообще не вопрос сортировать среднюю группу не надо они все равны друг другу иначе поняту в смысле она тут одна да но их там могло бы быть несколько но они все равно равны друг другу нет смысла там их так вот но внутри левой группы пятка нет внутри правой группы порядка нет понятно нету там порядка соответственно я говорю ребята но еще раз если кто-то теперь отсортирует левую группу то и а кто-то другой отсортирует правую группу то у меня все будет в порядке полный порядок правда то есть при помощи барьерного элемента я разделил задачу на две подзадачи сортировки каждая из которых проще чем исходная сортировать надо было длинный массив а теперь пару коротеньких так вот когда я схватился за единицу и сказал ребята плохой барьерными что это значило у меня кроме единицы все остальные попали бы в правую группу левая группа была бы пуста а все остальные были бы 4 2 5 3 7 6 8 в результате моя задача упростилась бы но всего лишь на один элемент на длину единичка на сортировать массив длины минус 1 почти так же сложно как массив длины n короче говоря в этом случае при неудачном выборе барьерного элемента сортировка тони хора работает плохо а если мы действительно предположим что нам каждый раз так подло не везет на вот прямо закон подлости какой-то да и каждый раз каждый раз мы берем барьерный элемент и каждый раз попадаем либо в самый маленький либо в самое большое нас либо одна группа пустая либо друга и никак не получается ничего нормально выделить в этом случае у нас наихудший лучший наихудший случай оказывается квадратично то есть ее из работы до скорость работы получается о от n квадрат то есть ну наихудший случай боже обязаны если мы рассматриваем сим точку мы обязаны рассматривать наихудший случай правда наихудший случай ведет себя вот так то есть оказывается что вот это самое хваленая quicksword на квадратичное понимаете но тут вся на как сказать хитрость в деталях дело в том что вопрос данные худший случай квадратичный но какова вероятность попасть в самый маленький или в самый большой элемент но она не сказать чтобы сверх это самое сверх великая а но одна из н до на самом деле быстрая сортировка на маленьких массивах не актуальна а на больших там эта вероятность маленькая и оказывается что между наихудшим случаем у которого время ну или количество операций очень большое да и растет еще и квадратично да и наилучшим временем но наилучшее здесь получается но она вот когда у нас все идеальному всегда в серединку попадаем и наилучшим временем так вот оказывается что вот для конкретного числа у нас как бы распределение этих случаев плотность она очень близко к наилучшему случаю то есть случае которые близки к наихудшему да они крайне редки да то есть если бы я арестовал как бы гистограмму да то у меня частота различных сочетаний цифр чисел да при которых так или иначе она бы у меня вся концентрировалась на как бы график на графике рисуют дачи гистограммку чисто насколько часто встречаются те или иные ситуации да понятно ну как бы вот разные точечки если мы же понимаем что когда мы рисуем асимточку но мы что-то рисуем так вот ради таких интересных алгоритмов которые в наихудшем случае работают плохо но в среднем работают хорошо ну наилучший случай это где-то не нет не честно нельзя а то сортировка дурака победит всех сортировка дурака на и лучшем случае вот в наихудшем от n куб да поэтому извините да но оказывается еще раз говорю что вот вероятностный случай да как бы наверно вероятно он растет но он растет не квадратично нет это не линейно но и не n квадрат понятно снег это нужно доказывать это уже нужно привлекать там теорию вероятности да если мы будем случайно выбирать барьерный элемент на подмешивать некоторую машинную случайность в выборе элемента да то это некоторым образом нам гарантирует что мы не будем всегда попадать в наихудший элемент потому что иначе возникает знаете какая дурацкая ситуация что уже отсортированным если вы каждый раз буду в качестве барьерного брать первый элемент то для быстрой сортировки наихудшим случаем будет например уже сортированный массив и вместо того чтобы просто проверить его сортированность она будет хвататься за первый элемент разбивать на две подгруппы на мальчики налево девочки направо мальчиков нету все девочки справа значит соответственно да потом снова хвататься за следующий элемент рекуррентно да от снова опять одна группа пуста все ушли в правую подгруппу в правую часть нашего массива до в которой нужно ну короче получить такая дурацкая ситуация да что уже отсортирована массив быстрая сортировка будет сортировать за n квадрат операций да прикольно вот ну надо понимать что это означает что какой что не надо вы что важно думать о том как выбирается барьерный элемент поскольку вот есть такая момент так вот существует отдельное обозначение вот этих вероятностно асимптотики наиболее вероятных случаев до учитывающего вот эту вероятность а если я только не ошибаюсь называется w что ли от n квадрат как-то так она называет туда да прошу прощения не n квадрат конечно n логарифм по основанию 2 ты на самом деле там есть некоторая тонкость там есть какой-то какие-то коэффициентки даже не уверен что логарифм по основанию 2 но на самом деле опять же я щас не буду всякие математические обоснования да кроме того вы же еще и не знаете что только логарифм но я вам скажу логарифм это медленно растущая функция ну например логарифм основании 2 от 1024 это всего лишь 10 логарифм по основанию 2 от миллиона это всего лишь 20 от миллиарда это всего лишь 30 он медленно растет поэтому n умноженное на логарифм n это ну да это не совсем линейно но норм это близко к линейном очень ладно я сотру вот эту вот штуку значит давайте кратенько поговорим в сравнении про алгоритм сортировки слияния что будет происходить первое механическое разбиение на 2 под задачи пойти отсортируем левую часть отсортируем правую часть размечтаемся а вот что кто-то это сделал как это сделано да вот вот размечтаемся кто-то отсортировал понятно что тот же самый алгоритм слиянием вот я сейчас пропускаю этот момент это окажется отсортировано 1245 до кого-то другого об да и он нам отсортировать каким-то образом сейчас пока закрываем глаза на то как это произошло 3678 пересмотреть у меня есть массивчик который идет по возрастанию есть массивчик который идет по возрастанию мне надо сделать один единый массив который будет идти по возрастанию для этого мне потребуется дополнительная оперативная память которая равна собственно ну вот этому массиву потому что я буду брать вот этот и вот этот элемент и сравнивать их кто из вас больше вы самые маленькие но кто-то из вас меньше чем другой а ты меньше значит тебя я ставлю в эту позицию и сдвигаю счетчик позицию и теперь я буду заполнить и в то же время я его уже использовал перехожу сюда вы оба как сказать ну их кроме уже использованный скопированные единицы да вы оба наименьший в своем в своей подпоследовательности да но кто-то из вас меньше о двоечка двоечка пошла сюда и я ее уже использовал перехожу сюда а вы говорю кто из вас меньше о троечка поэтому троечка пошла сюда да здесь этот самый указатель ну не указатель индекс сдвинулся отлично а троечка уже ушла теперь осталось что 46 я сравниваю так но из вас же кто-то вот мне осталось скопировать вот эти числа кто ты кто из вас меньше ты отлично ты пошел сюда на и кто из вас меньше пятерка пятерка пошла сюда да и внимание интересный момент у меня левая последовательность полностью закончилась а дальше мне остается только что взять и скопировать сюда скопировать сюда немножко у меня получилось оно не суть скопировать сюда остатки вот этой последовательности перегнать их туда количество операций для того чтобы осуществить вот этот самый мердж то есть вот этот переход когда два уже отсортированных массива сливаются в один отсортированный за один проход это однопроходный алгоритм понимаете однопроходный он но правда память нужна потому что это в новое место нужно скопировать и да вот куда то не получается по-другому нужно чтобы было куда их расставлять вот собственно это действие называется слияние мёрджи да и в итоге скорость сортировки до за счет того что у нас разделение пополам происходит механически то у нас она всегда происходит идеально и почти идеально но если элементов нечетное количество и скорость сортировки слиянием это гарантирован то есть если это вероятностный n log n то у сортировки слиянием скорость ее о от n log n гарантированная возникает вопрос почему именно сортировка тони хора более популярна чем сортировка слиянием на самом деле в современной в современных библиотеках чаще реализуют так называемые прагматические сортировки которые не являются в чистом виде сортировкой тони хора они там и устойчивые и при этом in place и уже почти сортированные массивы они сглатывают также легко как сортировка пузырьком на вот вот есть такая сортировка team sort но с прагматические сортировки сложны в реализации и в них нет в каком-то смысле это классно что дочистили идею довели что как эта машина автомобиль взяли дошлифовали но с точки зрения обучения они сейчас не представляют для нас ничего особенно ценного мне важно сейчас вот рассказать как эти идеи реализованы да вот почему же она вот если сравнивать ту и эту почему все-таки люди пользуются вот этой хотя у нее не гарантированный вот м квадрат ну во первых все-таки вероятность вот этого случая м квадрат она очень низкая то есть это можно сильно про это сильно не думать это раз второе сортировку тони хора можно сделать in place я если честно не горю большим желанием у меня нет такого желания но ее еще раз давайте осознаем ее можно сделать in place а стартовка с влиянием она требует памяти то есть ей нужна дополнительная память если ваш массив который требуется отсортировать небольшого размера ну то есть это там условные меби байт памяти да то это ладно а если у ваш ваш массив это 2 гибибайта то у вас не знаю там а у вас в на компьютере всего 8 гибибайт операционная система съела уже шесть массив съел еще два у вас память кончается а вам чтобы его отсортировать надо еще 2 гибибайта до свидания сортировка слиянием не сможет быть принципе применена оперативная память штука такая она в целом более дорогая чем вычислительный ресурс даже а то есть вот на больших данных особенно да ну и кукушечки нам и может быть и не стоит тогда да но слушайте мы сейчас не будем ничего сер гигантское сортировать до дополнительная память так дополнительная память хапнем ее я на самом деле это не хора тоже буду делать с дополнительной память ну моё моя любовь она скорее вот здесь вот мне очень нравится сортировка слиянием давайте начнем реализацию именно с нее именно с нее и так значит нас приветствует кодблокс нас приветствует кодблокс файлу new empty файл так где мы живем лесен 23 ныне наступил так и назовем это мир джи сорт . себе пи обязательно да то у нас опять нельзя будет его стрим и так далее ну слушайте я буду пользоваться я буду сортировать вектора так что еще что еще мне надо а да у нас помните было же считывание массива все все это дело хочу по прежнему точно так же где тут на меня это было в предыдущем двадцать первом по моему у нас уроки нет рекер шин 20 видимо хип сорт хип сорт это было у нас да там был input да ну и собственно сортируем и тип давайте я тоже его зафиксирую input вектор print вектор вот это мне надо на самом деле и этот самый и собственно собственно функцию сортировки я тоже сейчас стырю только за поменяю название и так что я делаю тип элемента в куче не в куче на тип элемента в массиве значит так input вектор а замечательно вот вывод значение сейчас их тоже придется это сама втянуть сюда merge sort merge sort да он будет получать ссылку на вектор а войд в войдовый ничего не надо он будет возвращать только не пирамидальная а сортировка массива слиянием сортировка массива слиянием как там была как эта штука такая вся глаза откроются мои я увижу я помню что там можно было отключить может здесь идитор отключить этот тот сформата сейчас синтакс хайлайтинг не про это хотел я сделать спелл чекер есть вот он спелл чекер не надо спелл чекера пожалуйста дикшенере я наконец-то ладно а то это самое все таки я делаю русские комментарии хотя да наверное правильно было бы что все было по-английски но нет так значит и что я хочу я хочу запускать не хип сорта мерч ввели вектор сортировали распечатали ну простая вот такая да и соответственно вот здесь вот сотов собственно тела мерч сорт сейчас появится вот да сейчас она появится здесь до fix me напишу пока что значит и еще тела этого input где там этот собственно input вектор print вектор тоже сюда в тянем чтобы можно было собственно вводить удобным образом числа с клавиатур и так наша задача сейчас сконцентрироваться написать сортировку слияние и так на самом деле есть первая подзадача первая подзадача а давайте начнем все-таки нет с того что сейчас программа консистентно ее можно запустить она ничего не сортирует значит ему стринг стрим нужен наш я кое-что не до инклюде с стрим все теперь можно 1 2 3 5 5 6 21 да он как есть так не распечатал на самом деле никакой стартировка не произошло еще раз я просто ввел сделал программу консистентной сделал такую заготовку под то чтобы вот сюда впихнуть теперь мир сел со все на основе того что мы делали раньше и так давайте посмотрим на то что мы будем делать первое нам надо найти середину от где возьму середину очевидно что мне нужен а со из а сайс это размер моего массива ну я его обозначу как n ну мне надо правда его как-то обозначить да ну на крест он конечно у меня со из ты типа беззнаковый я его копирую в знаковый наплевать слушать им я не на тех размерах буду работать да теоретически можно там вот вот так вот для полноты счастья чтоб он был тем же самым по этим ладно что я хочу делать дальше а я хочу указать середину ребята середина вот она то есть я буду рассматривать но был бы это питом я бы сказал так мне нужен срез а начиная от начала заканчивая элементом n пополам от начала дн попала не включительно а второй срез который бы меня интересовал до начинался бы от n пополам и шел бы до конца до n собственно не включительно ну от 0 до минус одного элемента да ну если у нас здесь нет срезов да и я не хочу на самом деле хочу а что хочу а давайте действительно сделаю собственно изготовлю вот эту половинку до изготовлю вот эту половинку вектора да и вот тут у меня возникает вопрос а может быть они появились может быть срезов не было но они появились а давайте подумаем мы посмотрим срезы библиотека на на самом деле есть наверное вот я сейчас думаю наверное можно сделать это знаете как при помощи итераторов я правда вам по моему сильно про них не рассказывал а вот но ладно слушайте давай я не буду выпендриваться мне действительно а собираюсь да есть еще один интересный способ я могу в принципе добавить необязательные параметры чтобы мерч сорт не просто сортировала вот тот вектор который ей дали да а она сортировала его в нужных пределах ну помните как с ханойскими башнями было по умолчанию я собирался перекладывать там с первого на второй например до столбик с использованием третьего а получилось что мне пришлось эту функцию реализовывать во всевозможных вариантах с первого на третье с третьего на второе ввел дополнительные параметры и к на у которых были там значение по умолчанию вот так вот соответственно я могу добавить два параметра и тогда работать прям в рамках вот этого вот вектора в его куске слушайте я все-таки сделаю сейчас так что у меня будут два отдельных вектора я не вот прям я буду изготовлю вектор вот с этим типом дэйта т на который будет собственно означать левую часть left левая половинка в него скопирую кусок этого массива который саду от в пределах от а до n пополам не включительно соответственно мне надо в это этот вектор сейчас он пуст до в него положить значение окей ладно значит теперь райт в него отправится вот эти элементы с н пополам дэн ну как это сделаю мы пробегусь при помощи цикла ой от 0 а меньше чем н пополам это целочисленное деление с отбрасыванием остатка то ай плюс плюс и я что делаю я кладу элемент в массив left в позицию ай да из массива какого из массива и позиции ай здесь они копируются один в один а откуда взяли туда и положили пусть я позволю себе сделать это в одну строчку чтобы это было покороче дальше я начинаю с n пополам а и бегут до n ну не включительно да чтоб не не выйти за пределы а но и укладывайте теперь буду не в лев а в райт райт при этом при этом класть я буду куда в райт эта позиция будет начинаться от нуля поэтому мне надо чтобы для ай равного n пополам у да она как раз было минус n пополам что получился нулевая короче я еще раз изготавливаю вот эти две половинки ну я здесь их скопировал на можно было бы сказать что вот я сейчас лишние действия делаю вообще не переживайте дело в том что когда я буду делать слияние то я буду просто использовать исходный исходный вектор как пространство в которое я буду складывать значение из лев 2 то есть я его буду использовать ну просто я съел дополнительную память именно в этот момент вот здесь вот ой есть некоторая тонкость я забыл что мне нужно их либо 3 сайзить либо есть еще один вариант может быть так и сделать вместо вот этого я буду пушбекать пушбек у меня слава богу пушбек а это слушайте может быть правда мне вот сейчас не выпендриваться этими индексами туда пушбек пушбек напихать туда сейчас не это главное как это лучше сделать по теоретически чтоб меньше системных вызовов было лучше было бы с отрицать эти одним рисом сразу но это мелочи напихал элементов влево потом напихал оставшиеся элементов правую половину все замечательно пора заниматься сортировкой а как же мне это сделать кто же меня сортирует лифт кто мне от сортирует прай ответ а это сделает между сорт ну так да то есть сама она сама на себя сортирует левую правую да после чего я собираюсь осуществить собственно само слияние это будет собственно слушайте есть такая примут функция да на самом деле но мне если честно хотелось бы ее реализовать чтобы много чего реализовано до самосортировка быстро реализована в этом самом но мне бы хотелось мне бы хотелось чтобы вы реализовывали понимали происходящее они копировали поэтому так чё-то мерчер энд эквизишн биттер std мерч и вот соответственно эта функция которая дают несколько итераторов откуда докуда откуда докуда вот и говорят итератор куда это все собирать реально можно запустить одной вызовом мерч да правда нужно подключить библиотеку алгоритм на и она вам сумеет это делать раз и слила слушайте не хочу вот не хочу давайте мы не будем это вот так вот поступать я все-таки ну я сделаю как это за мерч вектор с вручную мерч сорта до вектор здесь я подчеркиваю что они обязательно должны быть отсортированы left right ну дальше вопрос возникает где мне написать а сюда или в начале это не принципиально ну слушайте дайте я сделаю вот left right запятая а я вот мое чувство вкуса говорит вот так и в результате мерч сорта он будет тоже у меня при я пока не сделал это моя мечта об этой функции пока что но я хочу чтобы он принимал массив как ссылку принимал вектор как ссылку на вектор и собственно его и на обрабатывал соответственно меня интересует вот такая функция мерч сорта вектор с у которой будет собственно вектор соответственно сусе я давайте я сделаю так я я здесь буду называть его a b c вы же понимаете что у меня формальные и параметры и реальные параметры фактически они могут называться по разному будет из а и б я собираюсь сливать в c а отсортирован по возрастанию бы сортирован по возрастанию нужно сделать c так чтобы он был отсортирован по возрастанию да сейчас я опять же пока что брошу здесь fix me и и вернусь к собственно рекуррентном алгоритму товарищи давайте я его немножко увеличу и спрошу у вас как у начинающих быть опытными товарищи скажите пожалуйста где лажа почему это не сработает вот это та ситуация когда вы точно можете это увидеть ну давайте а точкой выходе нет что значит точка выхода когда прерваться рекурсии правильно нет крайних случаев рекурсия бесконечная абсолютно верно вот такая вот возникает интересная лажа да у меня в мерч 40 вызывает сама себя вечно вопрос подождите а как нам вот остановиться до размера 1 идти до массив длины 1 сортировать уже не надо 1 или меньше уже не надо сортировать ну собственно я вот здесь вот узнал да и соответственно если у меня n меньше либо равно 1 return учитывая что функция вайдовая мне ничего возвращать не надо просто return и это прерывает собственно ее дальнейшее действие понятно окей ну я даже не знаю я мог бы это поместить выше тогда мне правда пришлось бы писать асайз вот здесь вот да ну вот можно сделать и в асайз больше либо равно 1 больше 1 больше 1 и тогда все это обнять вот так вот в фигурных скобочках да то есть вот весь кусок вставить туда внутрь оно бы все ползло направо слушайте в по прагматической практике программирования люди так обычно не делают то есть если есть возможность просто сделать return и у вас текст не уехал вправо благодаря этому то так можно но с другой стороны вот так оно подчеркивает да я вернусь к вот тому сик той ситуации когда это было с return да это отсечение крайнего случая крайний случай итак итак значит все теперь у нас рекурсия не бесконечная и на самом деле алгоритм merge sort написан если бы я не выпендривался то я бы мог подключить в библиотеку алгоритм собственно слить и сливать уже вот здесь вот работала но я выпендриваюсь я хочу научиться сливать самостоятельно как это делать у меня есть собственно а который простирается начиная от а нулевого до асайза да да то есть некий вот массив а ну вектор а на типа дэйта дэйта т вот такого вот собственно размера да асайз есть б размера б сайз ну и c который очевидно должен равняться по итогам сумме их размеров да между прочим я вот здесь вот очень надеюсь да я я очень на это надеюсь что у меня собственно асайз а плюс б точка сайз будет равняться собственно c сайз очень хочется в это верить понятно да если это не так то конечно я могу выйти за пределы вот этого массива то есть c специально у меня да и еще один важный момент если вот этот и вот этот вот это могут быть зачем мне при передавать вектор по значению то есть передавать сюда полную копию нехорошо вектора бывает длинными зачем мне его при передаче копировать но я могу вот эти две ссылки сделать константными конст константная ссылка она ну подчеркивает что этот объект я передаю сюда без копирования его ну сам объект но конст при этом запрещает его модификацию понятно а здесь я могу и собираюсь на самом деле его модифицировать ну короче вот это то во что я верю да я мог бы сделать этот серт реально да но слушайте я не буду сейчас подключать ой прошу прощения вот так вот я закомментирую его да но я себе оставлю вот это свое исповедание веры что я вот верю что это вот так вот я очень это называется контракт контракт вот этой функции надеюсь что этого не случится итак окей что я собираюсь теперь сделать значит для чего этот написал я собираюсь сделать три указателя и ай кей н ай кей да все они будут у меня в начале равны нулю ай равен нулю ки равен нулю н равен нулю дальше я собираюсь собственно шагать да и пока не закончится один из этих то есть я собираюсь сделать некий цикл сейчас я тут поясню что будет в нутрях да в что тут будет у меня да но смысл следующий смотрите я собираюсь сравнивать а и того эти прям я поближе подъеду а и то в процессе этого слияния да и б катова и если у меня а и ты меньше чем бк а давайте так меньше либо равен то что я если это left то я буду предпочитать левый элемент ну я так предполагаю что первым будет левый да а и ты меньше либо равен бакатова в этом случае у меня в c энтый в c энтый отправится а и ты да я тут на доске только что это показывал вот тут вот да у меня элемент да уходил вот я говорю о но кто из вас меньше 1 или 3 1 да значит ты сюда скопировался да то есть c n равно нулю да соответственно c этот нулевой стал равен а нулевому я скопировал это значение из а нулевого в c нулевого но мне нужно сдвинуть мои счетчики k не трогаем вторая часть правая часть она не она не модифицировалась я оттуда элемент не забирал значит кроме того что я скопировал значение элемента мне нужно шагнуть вправо по n и мне нужно шагнуть вправо по i i++ да надо сказать что программисты на c++ зная о побочном эффекте этой операции а также зная что результат самой вот этой операции равен старому значению n именно этим она отличается от операции плюс плюс n операция плюс плюс n возвращает увеличенное уже значение n а мне здесь нужно старое так вот программисты на c++ любят делать вот так вот они вместо того чтобы отдельной операции делать плюс плюс они прям сюда впихивают положить в значение n т значение n ты элемент c и ты элемент а да еще и при этом n увеличить на единичку и а и увеличить на единичку прикольно да слушайте но я не хотел бы выпендриваться давайте я сделаю мало того что так я еще и операцию плюс плюс не буду использовать я напишу как на питоне на плюс равно 1 вот так понятно так но это если левый элемент оказался меньше либо равен чем правый а иначе но это когда возникает только при одной ситуации когда это условие оказалось сложным да потому что c уже нужного размера на самом деле c это исходный массив а ну либо очередной там кусочек его который был передан как а в функцию merge он уже содержит ровно нужное число элементов я ведь ставлю элементы на те позиции которые там на которых они раньше и хранились он не укорачивался его не выдирал их оттуда когда на left и right его разбивал я не укорачивал исходный вектор я вот про вот это место то есть когда я создал left и right и напихал туда элементов я реально выделял под них память я создавал по сути да может быть мне лучше было явным образом отрезать их но список а вектор а у меня остался как есть у него длина прежняя какая была она равна полном полному размеру n не пополаме с тому left и right отсортировались и теперь мне нужно слить left и right в а все я понял после этого left и right надо очистить но слушайте они автоматически будут подчищены потому что при выходе из функции объекты left и right перестанут существовать и память будет освобождена ну некое такое подобие этого сборщика мусора только это все-таки не сборщик мусора это рай и концепция другая но объект перестает существовать из вектор сам за собой подчищает память поэтому я об этом и не думал забыли поехали дальше значит смотрите еще раз если вот это не случилось что это значит значит условие было ложным какое условие вот это условие было ложным значит больше строго больше а и ты больше чем бка ты ну лишь чтобы к ты меньше чем а и ты у о замечательно значит именно bк то вам не надо скопировать и положить в c энтово в c энтово положить бк этого ну и да щелкнуть этими итераторами и кей плюс равно 1 соображающая голова должна сразу сказать мафе федорович подождите у вас ветвление ветвление бинарное либо либо третьего не дано и в обеих этих секциях n увеличивается на единичку так зачем же тимофей федорович увеличивать n на единичку там внутри этого самого ифа если можно вынести его после ветвления независимо от того какую предпочли половинку левую или правую щелкнем n на единичку правда правда надо сказать что на этом дело то не закончилось дело в том что мне нужно сюда до залить у меня какая-то из половинок до 100 простите я еще не здесь видимость создал правильности но не сделал до каких пор все должно происходить пока либо левая половинка не закончится либо правая половинка не закончится но условия надо формулировать именно так как я написал пока и меньше а сайс то есть указывает на разумное место в половинке левой половинки и к указывает на разумное место в своей половинке да но в какой-то момент у меня либо это окажется неправдой либо это окажется неправдой либо а и начнет равняться а сайзу то есть есть черпал левую половинку либо кей будет равняться б сайз если правая половинка исчерпалась раньше да у нас вот тут вот на доске левая половинка исчерпалась раньше здесь мы только тройку потратили а здесь уже все элементы ушли да и мне оставалось что оставшиеся вот эти элементы все скопировать пошагово на самом деле фишка еще и в том что у меня элементы точнее счетчики кей и н они так указывают на нужное место никакой инициализации не требуется мне остается только аккуратненько взять и while что пока у меня не кончится собственно второй массивчик да взять и собственно в b кого ой прошу прощения в c n ты заложить bк ты ну в этом случае однозначно к плюс равно 1 однозначно n плюс равно 1 то есть мы наращиваем и тот и тот и давлю оп оп да но возникает вопрос подождите а кто сказал что обязательно левая половинка закончится 1 а может быть правая половинка закончится 1 ну тогда мне придется что делать мне придется бежать от но счетчик и как раз там еще не закончился до к закончился к добежал до своего размера до тогда из а копируем до для этого ай плюс равно 1 но мне же тогда надо внимательно посмотреть либо это делать либо это делать но я вам скажу по секрету не надо не надо никакого и фа дело в том что у меня while это цикл у которого бывает 0 итераций цикл у которого счет ну просто он же без счетчика да цикл с условием так вот этот цикл который не выполнится ни разу либо этот не выполнится ни разу либо этот не выполнится ни разу почему а потому что у меня если бы оба вот этих условия были правдой а и меньше чем а сайс к и меньше чем б сайс если бы оба эти условия были бы правдой то что я бы не закончил вот этот цикл происходило бы слияние а раз само слияние двух закончилось то у меня либо вот это вранье либо вот это вранье если первое вранье тогда у меня первый цикл вайл вообще не выполнится ни разу ни разу его как бы и нет понятно если вот это вранье то у меня второй цикл не выполнить первое отработает до зальет остаток овцы да а второй просто не сработает то что ну а ки равен б сайз он уже исчерпался вторая половинка исчерпал вот этот алгоритм слияния на самом деле у во первых он красив и интересен не сложен не сложен он даже входит в декларацию того что требуется знать кег то есть вот если внимательно почитать кодификатор задание ег по информатике в одиннадцатом классе который предлагается к демо-варианту спецификация кодификатор то в кодификаторе алгоритм слияния двух отсортированных массивов в один массив без использования сортировки там это прописано вот понятно то есть это дело оно в принципе это такой уровня школьного хотя я не уверен что многие школьники задумывались как это делать но как видите ничего вот реально ничего сверхъестества только с тремя счетчиком да три массива да и кей-эн да я тынь-чинь-чинь-чинь-чинь там перебираю нужные перещелкиваю их аккуратненько и все слушайте если я захотел бы такие чуть-чуть вот укоротить количество строк на самом деле для си плюс плюс это увеличит понятность программного кода все-таки у меня руки чешутся я пожалуй это сделаю я вот воткну эти плюс плюсы я надеюсь на ваше понимание того что происходит возвращается старое не увеличенное значение вот значит соответственно здесь это же самое да и те две строчки у меня улетят сразу да прям красота вот такая получается просто он меньше окажется строк пишется ничуть хуже не становится по скорости но только нужно понимать что вот этот плюс плюсики значит и не поменять ни в коем в данном случае ни в коем случае нельзя плюс плюс ай там поставить на другой смысл будет итак в итоге сейчас наш рекуррент алгоритм должен заработать то есть мы ему как это как автомобилю вставили последнюю деталь двигатель поставили да у него теперь есть сортирующие действия сохранить запустить порадоваться ну слушайте по-хорошему надо было бы наверное еще там всякую асимптотику прогнать да что надо делать достаточно быстро я вот я ему напихающий я случайных чисел напихиваю хватит а негодяй какой негодяй интересно почему сейчас интересно почему ничего не получилось это очень нехорошо это прям меня печалит так сейчас секундочку я взгляну и посмотрю значит я вызываю мерч сорт и печатаю а я модифицирую вектор по ссылке давайте вот здесь вот сделаем print вектор left print вектор right а это это некий дебаг я сейчас это делал сотру просто прям хочу посмотреть да я мало ли я хочу убедиться да я что-нибудь небольшое сейчас вставлю пять один четыре три два давайте вот пять один четыре три хватит но чтобы он был не длинный ой я прошу прощения вот же вот вот она беда я представляете оказывается крайний случай я вначале написал правильно потом перенес его туда меньше либо равно одному вот простите пожалуйста вот вот правильно вот крайний случай неправильно все я выкидываю свой дебаг я уверен что все должно заработать давайте запускать то сейчас здесь увеличить хотел немножко вот так вот уменьшим чтобы это делал вау ну слушайте исследование асимптотики то есть вот прям проверить и посмотреть как это будет работать и на больших массивах с какой скоростью это я уже сейчас делать не буду оставим это за кадром сегодняшним доказательство того что это асимптотики у от н логан я тоже оставлю за кадром потому что вы по идее 8 класс не должны даже знать что такое логарифмы поэтому я оставляю это за кадром факт в том что вот у нас рекуррентная сортировка которая вызывается моей себя метод разделяя властвую в котором мы разрубили ровно на две половинки да и это дело прекрасно работает понимаете товарищи я думаю что нам придется исходя из длины нашего занятия такие сортировку то не хора к сожалению выбросить из рассмотрения ну и и в каком-то смысле даже чаще можно найти ее реализацию поскольку она такая более популярна у нее есть разные реализации по сложности реализации вот если in place да еще и устойчивая чтобы она была и устойчивая in place тут надо повозиться и сделать это аккуратно я иногда с первого раза и не могу ее написать правильно нужно ковыряться отлаживать доделывать это дело такое вот логику я ее рассказал можете попробовать это прикольно вне в ней сортирующего это действия она будет собственно сочетаться с вот этим вот разбиением то есть ну в каком-то смысле довольно легко если это сушки честно вот если взять и воткнуть вот прям ну можно же взять и выпендриться да и вот как есть да и дорогой я смогу на самом деле вот и нечто подобное сейчас сделать да с дополнительными массивами мерч причем не придется делать только потом нужно будет этот мерч будет по сути методом такого стыка ну это будет не мерч а как бы его конкатенейт ну я я сейчас делаю неким примитивом и там не будет сортирующего действия но это не будет как совсем красиво плевать пусть это будет как есть так поехали я все-таки не могу удержаться сделаем за две минуты дурацкую реализацию этого тони хор сорт да а какая это вот самая вредная самая она не самая удачная не самая удачная вот если вот задаться этим вопросом еще раз говорю да есть прагматические сортировки вот из которых а есть какая-то сортировка она типа этой в худшем случае асимптотика пропорциональный н но она настолько много всего предполагает про данные у нее настолько высокий коэффициент пропорциональности что ей реально пользоваться неудобно и так не делают люди так не делают я сейчас не помню даже название но вот это некая мечта такая а давайте я сейчас просто знаете я так напишу прагматические сортировки ну вот можно найти проще просто посмотреть на team sort вот она является одной из вот интересных классических уже классических гибридный гибридный алгоритм сортировки или еще говорят прагматический вот он смотрите сочетает сортировку вставками сортировку слиянием на 2002 года не так уж давно она появилась появилась стандартный алгоритм сейчас секундочку я прибьюсь чуть-чуть сюда стандартный алгоритм сортировки в питоне opengdk swift в android java developer kit вот в реальном мире сортируемые массивы данных часто содержат в себе упорядоченные подмассивы и вот на таких данных он работает очень хорошо понятно на реальных данных он очень хорошо работает и вот и сортировка quicksort тоже может быть прагматизирована например начиная с некоторого размера массива можно отказываться то есть например ну как крайний случай да на только вы делаете пред крайний случай в котором вы говорите стоп стоп рекурсия у меня элементов меньше чем 5 оказалось пузырек ну или там не знаю ну пузырек же он на маленьких размерах ведет себя прекрасно ну 5 в квадрате 25 да еще и часто это почти сортов да это не 5 в квадрате да это будет 5 умножить на 4 пополам правда короче нас и еще никакой рекурсии никаких вызовов возвратов барьерных элементов которые генерации случайных чисел ну очень удобно поэтому да да быструю сортировку можно прагматизировать при помощи сортировки пузырька на маленьких подмассивчиков то есть когда дело доходит до маленьких кусков то там больших раз и и чпокнули можно еще раз то есть сейчас вот есть это вот я сейчас специально набрал да даже не знаю академии яндекса пузырька это там шейкерная это такие более может быть гибридные или лучше по-английски лучше поискать ну вот team sort один из вот этих современных прагматический подход к различным техникам сортировок ну это бы чуть ли наверное не научная статья слушайте мы не давайте не будем еще раз говорю да но на самом деле когда вы делаете когда вы изучаете алгоритмы в чистом виде да это одно когда вы начинаете вот дочищать и доделывать это до вот промышленного образца то это другое понимаете то есть вы делаете некий proof of концепт то есть когда вы делаете олимпиаду вы же не делаете код который должен работать всегда без ошибок там быть устойчивым как это от дурака защищенным да и так далее это совершенно разное вот и для развития алгоритмического мышления не говорю что я вас прям к олимпиадам готовлю да все таки нельзя прям совсем так сказать но тем не менее я хочу хочу развить в вас алгоритмическое мышление и тогда вы сможете сочинять алгоритм вы сможете вникать вдумываться и сочинять вот это очень важно или хотя бы осознавать а этот как сработает а это как сработает а какие у него ограничения да это это важно для вот общего понимания я хочу сказать ребят я хочу сейчас вставить собственно методом такого тупущая тупущая замена сортировку хора вместо мерч сорт вот а вот но что я сделаю я здесь сейчас не мерч сорт этот вектор а это будет просто конкотенейт и что я буду делать я буду тупо заливать в массив да я сделаю собственно да я тоже самое буду предполагать а а а равно нулю кей равно нулю н равно нулю вот так вот и я буду раз в c напихать собственно левую половину и потом в c напихать правую половину понятно никакого сортирующего действия теперь тут нет это просто конкотенация двух векторов в которой я вектор а и вектор b забираю из них элементы и последовательно укладывая в их начиная от нулевого элемента в вектор c понятно то есть теперь это не сортирующие действия просто ну я сейчас выпендриваюсь и делаю not in place hoarsot not in place понятно да то есть вот вот так поэтому на самом деле черт да здесь я не сачкую но только потому что я ленюсь реализовывать in place ный вариант теперь смотрите что я буду туда раскладывать теперь будет не так я буду бежать по всем элементам да по всем элементам и раскладывать то влево то вправо в зависимости от чего то есть я буду элемент каждый класть либо налево либо направо яка причина заставит меня все сотворите а вот так а мне нужно посмотреть а собственно этот самый а и ты а как он он у меня меньше давайте так на самом деле кстати кроме left и right еще в принципе может существовать это серединка зачем мне и сортировать middle left right middle я сделаю еще один пустой вектор до left и ладно нехай здесь поваляется и я сделаю еще и вот так вот если а и ты у меня равен барьерному элементу а давайте ладно лучше так меньше чем баре такой я еще не обозначил баре то тогда я говорю тогда пусть и и в данном случае не обязательно делать этот left пушбек я сделаю очень как коры коротенько вот так я не буду без фигурных скобок потому что по одной команде в каждом элементе иначе если а если а и ты оказался больше чем барьерный элемент ну тогда ему дорога в правую половинку а иначе ну а иначе очевидно остается только какой вариант а и ты равен барьерному элементу согласны в этом случае дорогой тебе в мидл понятно и я поступаю вот так с каждым элементом сортируемого массива понятно трам бам 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 да их напихал туда и вот в этом и происходит собственно сортирующие действия мальчики налево девочки направо до разделяй ну и дальше будем властвовать до в смысле того что я запущу теперь для левой и правой какая гадость мне же еще мидл надо туда впихнуть на самом деле да как жаль ну ладно я сейчас модифицирую функцию чтоб она работала и мидл тоже впихнуть ничего страшного сейчас и поправил выбор барьера барьер во первых имеет тип дейта т откуда его возьму давайте по-дурацки давайте возьмем его просто первым элементом на самом деле по-хорошему здесь должен быть какой-то рендом да то есть rent int какой-то доплевать давайте правда сейчас по тупому будем брать нулевой элемент да именно вот этот алгоритм хуара будет работать за от n квадрат вышеупомянутый да для уже сортированного массива дни хай да понятно логика да я наплевать формально это то не хор формально это вот burst quicksword правда not in place с использованием дополнительной памяти ладно немножко concatenate vectors подправим впихнем сюда дополнительно и бисиди уж не знаю придется переименовать что-либо давайте д но они разные поэтому не хай будет про по-разному да я теперь что в д буду класть в в д и б ну и еще и сина ну теперь туда же до скормить а пока цель не закончится мы кормим цену мне понадобится какой-то еще счетчик до ай кей да не задей ай кен или м м вот так вот и сделаю это м пока м меньше c сайз из c копировать в д ну я так вот и биси у раз и залил в д все это тупая конкатенация в ней ничего умного нету поэтому я ее вот оставлю как есть ну вот вот в таком дурацком виде да но тем не менее я делаю сортирующие действия распихивая на три массива сортирую middle сортировать не на сортирую левую правую и конкатенейт раз их и собрал в а товарищи пора смотреть на происходящее если бог даст это дело за работы чего хор хор сорт ну я надеюсь вверху я его тоже там так назвал да ну смотрим получится нет сортировка хуара ладно нехай пробуем ну должна должна сработать не сработал не сработало сейчас я одним глазом взгляну а и ты больше барьерного меньше барьерного крайний случай если а сайз меньше браво на 1 return на зачем мне нужны н н вообще не нужен right left right он почему-то как будто он уходит бесконечной рекурсию может быть он вот здесь я не могу точно сказать мне настолько говорлив как питон а вот вот все м м плюс плюс вот одна проблема была все я надеюсь что это все на взгляд вроде как не должно быть больше проблем давайте хватит и с почти до 23 23 на 23 продублировался два раза понятия не имею почему не знаю почти с но увы почему то есть проблема слушайте я сейчас уже докапываться не буду мне печально что у меня немножко это дело не не заработала вот ладно товарищи на этом мы сейчас закончим с вами наше занятие у нас еще по идее я надеюсь два занятия состоится в этом году и мы с вами еще успеем тронуть динамическое программирование все спасибо вам большое